Девушки отдыхают Ху, сходят Ну уже, Антоний, прекрасно для меня это Я говорю, я живу только вот такими новостями Убиратель оставить цвет плоды на трехлетнем сажаться яблони, лоба Оставить на всю оставшуюся жизнь Не прищипывать, не секатором Не просто пальцами, не ногтями Не оторвать ни одного сень, ни одной почки Есть такое понятие ослепления Не ослеплять Не оторвать за всю оставшуюся жизнь ни одного цветочка Так Сейчас так, посадил саженец Урала Почки на абрикосе просулись И от прививки плотно по штамму Вопрос, нельзя трогать ни одной почки Или прорядить, или оставить все 10 сантиметров Повторяю, как Андрею, так и вам Не подходить Листива не будет, поверьте мне А вообще у молодых деревьев, которых сейчас упомянул Вот трехлетка, например Первое цветение Вообще не дождетесь Ой, как густо Да вы дождитесь хоть одного плода Так, сюжет фильма выйдет После 10-го, когда именно сообщу Ладно Так, ладно, ладно Так, вот это интересно Екатерина Кузнецова Я помню, говорили Скотти Герасила Павильнова Интересно по академике Да мне тоже интересно У меня есть папка Я почти не запоминаю Приходит короткий текст Может адрес, может фамилию отчество Фотографию обязательно Я сразу эту папку и забыл Мне некогда, понимаете Совершенно некогда Сейчас бы зимой, может нашел время Поискал бы Так Валерий Крисович Ответьте на мой вопрос выше Наталья Фимова А я что, проглядел вопрос? Еще, еще Наташа, для меня это Для меня большая честь А, Вова Если на улице плюс 25 Плюс прямое солнце Они жарятся Или при рыбке под продажными бутылками Жарятся, конечно Но они как жарятся Вот, допустим Они терпят, когда нет листьев То есть вот только при Привили, да А им надо прижиться Тут бутылка это плюс Когда листья появятся Это уже минус Почему? Под ней будет уже плюс 40 А это оказывается Что Избыточное тепло Оно сдерживает Развитие Они скорее это сдерживают Поэтому сейчас пока снимите И все Есть помежественный вариант Это еще снять пробку Но там уже решайте на месте Так Посадил яблоню Не обрезал Это весной Большая часть саленцев Засохла Но снизу пошли листочки Срезать ли засохшую часть Или можно оставить Какие-то Только отрезайте Зачем нам надо? Вы сперва совершили ошибку Вы посадили яблоню Без обрезки Она обрезала себя сама То есть Вот эта часть Засохшая верхняя Она не получила питания Она погибла Так Вот Это только потому Что вы не сделали обрезку А вообще Это Как это уже Так сказать На вымельницу Вы воду льете Толдычу-толдычу Про обрезку Очень известный санавод Звонит мне Ну пусть старая история Но не все же вы слышали Это важнейший вопрос А я прочитал Там получалось Два года нельзя резать Вот садись Два года нельзя То есть Формировать не надо Пусть приживется Вот он мне звонит Заговорит Ну как Можно отрезать Я пытаюсь Он авторитет Такого же уровня Вот Я говорю В верхнюю часть Полы отрезали Лежнее будет развиваться нормально А если целиком Оставишь Скелетные ветки Получаются Маленькие Жиденькие Ну ведь Понимаете Олег Хасадин Это Жаль что Не записывает Разговор Отрезать Половину кроны При посадке Это то же самое Что ударить дерево Я запомнил Ударить деревом Молотком По голове То есть Как бы Человек Вот так Сравнение Такое Вы другого Не поняли А до него Еще один Авторитетнейший Ученый Садовод Писал Журнал Писал Называется Вральский Садовод Журнал Где-то у меня В архиве Есть это Ни в коем случае Нельзя Приобрезать При посадке А я Все свое Талдыч Теперь Нас двое Вот он Анатолий А теперь Нас двое Отвечая на ваш вопрос Срезают ли Засовшую часть Или можно Оставить Как есть Раз не срезали Сразу Срезайте сейчас Зачем Расовашивать Засовшую часть Пока Весна Можно Листьев нет Привыки Вчерашние Ага Ну 25 Это Там все-таки Это какой-то Предел Может пробки Снимите Есть еще Вариант Вы знаете Я об этом Когда-то Целая статья Есть Называется Зеленая черенкование Вот Если вы видели Те фотографии Это отдельно Большая тема Они меня Не просто Под бутылками Вот А еще И притеняю Когда надо Ну Вот Вылетел Из головы Последний год И не вспоминал Про притенение У вас Все Запустой Вариант Бутылки Не трогать Сделать Тень Четыре палки Откнули Натянули Эту И все Жара Можно не бояться Натянули Сверху Полотно Чтоб тень Давало Можно Чтоб Сирене Не было Тень Вот Такой Ответ Привет Скорее Так Сюжет Фильма Выйдет После Десятого Сообщу А что-то Пишет Виталий Шостак И мы Скоро Будем Заканчивать Подождем Наверное Минутку Еще Что Так Пишет Обрезать Наискось Или Параллельно Стволу Сразу Над почкой Или Выше Десять Сантиметров Чтобы Срез Не мешал Почке Ну В общем Смотрите Идеального Нет Почему У меня Сотни Фотографий Я делаю Коплю Уже Для какой-то Может монографии Правда Когда-то Буду Пригласят А когда Миналку Скажут Вот Учите Нас Этих Я бы Тогда Целый Б Как Назвать Целый Б Курс Б Прочитал И там Было Бо Так А Берешь Фотографию Ну Здесь Я не могу Показать Долго Искать Берешь Фотографию Вот здесь Если я отрезаю Прямо над почкой Вроде нормально Должно Развиваться Это называется Правильно Есть такое Да Чаще всего Так Правильно Прямо над почкой Срез Наскосок 45 градусов Например Все хорошо А зимой Через эту ранку Прямо над почкой Подникает мороз И смотришь Вся ветка Которая выросла Залито Вот Над поем Вся мертва Вот так Или Еле жива Сделаешь Вот так Вот Вот тут почка Осталась А средства Много выше Вот эта часть Вот эта часть Она начинает Отсыхать Потому что Здесь там выше Почки нет Почка осталась Снизу Отсыхать Опять хреново Зато Пока она отсыхает Вот этот побег Мощь пошел вверх И так плохо И так плохо И что тут не поделаешь Идеального не бывает Так Привил Яблоню Вашим черенком С двумя почками Из каждой почки По две ветки На каждой второй Выросла плодушка Ветка С плодушками Отрезать Да не делайте Вы ничего Зачем отрезать Ничего Просто не делайте Вот Не наше Это дело В каждой ситуации Дерево поступает Так как у него Заложена программа Оно тоже Ошибается Отрезали Осенью Не дай Боже Не дай Бог Осенью Часть ветки На оставшейся Части ветки Просыпаются Но может быть Не до конца Чуть-чуть Вы даже не заметили Чтобы было Минус сорок Выдержал бы Чуть-чуть почка Укрупнилась Незаметно Для глаза Уже минус тридцать Погибнет Только Из-за того Что Отрезая пол ветки Вы нижнейся с ветки Стимулировали Если всю ветку Отрезать Соседние ветки Начинают Почки Немножечко-немножечко Набухать И уже целая Группа веток Не держит мороз А вот так Окунчат Еще осенью Резать Дерево Погибает За зиму Вот Обидно Страшно Поэтому На всякий случай Вот Когда Любая Почка Это взято С боковой ветки Это не идеальное Будущее дерево Но подстраивать его Не надо Под дерево Если на нем Преждевременно А ведь это же Все-таки Она Созросла в дерево Взята Она может Сразу заложить почки Я же показывал На кончиках Однолетних приростов Которые здорово Учат Отрезать На кончиках Уже сразу Целые эти Гроздья Потом яблоки Или груши Прям гроздьями Висят Со временем Приросты Последнего года Уже моложе Нет Они и самые молодые Главное В таких случаях Не лезть Секатором Единственное Можно лезть Секатором В начале Сокодвижения И то По крайней Необходимости Так Теперь Привил Яблоню Мы это Проходили Короче Не трогать Сергей Лена Добрый вечер Можно ли Приват Черники С листьями Да Можно Есть такой Способ Называется Летняя Прививка Вот Ее У меня Есть Материал От этого Лучше всего Изложено Чернышову Чернышову Валерий Петрович Мой друг Он на том свете К сожалению Давно уже А Мне Присылал Как бы Учебные Письма В том числе Я рисовал Своей рукой Черезки Листик Допустим Хочешь Привить листик Половинку Листика Отрежь Целиком не выкормит Вот так Учил летнюю Прививки Но это не мое Я Случайно Совершенно случайно Или по наитию С неба По какому-то команде Я сразу Начал делать так Как я считаю Нужными Сейчас Через 37 лет И не жалею Об этом А летняя Обрезка Летняя Прививка Да Там нужно Не удалять Полностью Листик А скажем Как принято Общепринято Практика Например Отрезать Поллистика Чтобы Почку И поллистик Он же тоже Участвует В этом Не только Присобачили К основному столу Не только питание Оттуда идет А питание идет Самого листика Потому что Почка под листиком И сам листик Завязаны А он зеленый А его Присобачили Приметали Вместе с этим Со щитком На котором Почка Но это Дальше Уже Не ко мне Можно Но Я считаю Что это Не обязательно Этот способ Развивать Стоит Доставить Косточки Солифицироваться Дома в тепле Для ускорения Простания Вместо высадки Сразу в грунт Нет Сразу в грунт Не дождетесь Вы Он не захотел Сходить В этом самом В тепле Там А потом еще Проснется Еще пересадка Впереди Сразу в грунт А сейчас В мае Мне черенки Достались С листьями яблами Ну Вообще По хорошему Выбросить Надо Ну Чудо Может быть Как Черенок Он Или черенком Прививаем То есть Веточка На которой Находится Пара почек Допустим Или это Почка Вырезанная Вот так вот С листиком Причем Вот так вот Вырезанная С листиком Как ни странно У нее Даже легче Приживется Хотите попробуйте Тот самая Окулировка Посмотрите Это не секрет Схем Тысячи В интернете Наберете Окулировка И вот Хотите успеть Спасти Сейчас в мае А у вас Уже листик Появился Вырезьте И попробуйте Присобачить Можете Приживаться Вот Так же Будет зависеть Уже от вас Спасибо Спасибо Спасибо